Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Хотя долг уже удержал работодатель и при перечислении денежных средств указал соответствующий код дохода. Кредитная организация оштрафована на 50 тысяч рублей по административной статье нарушения законодательства об исполнительном производстве. Об этом сообщает Кировское управление службы судебных приставов. По его данным, банк пытался обжаловать это решение, но оно оставлено в силе. Программа Экономика. Кировченко потеряла более 300 тысяч. На поддельной бирже 34-летняя женщина перечислила деньги онлайн-ресурсу, который обещал совершать от ее лица операции с криптовалютой. Первый опыт работы оказался успешным. Вложив 65 тысяч рублей, Кировченко через несколько дней вернула на свою банковскую карту 83. На вторую покупку криптовалюты она потратила уже 224 тысячи, заработала 40. Но вывезти деньги женщина не смогла. За это система требовала еще заплатить. По данным ОМВД, возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. Гаражную амнистию в Кирове можно оформить в город-администрации. С 1 сентября действует упрощенный порядок оформления прав на гараже и землю под ними. Без суда можно зарегистрировать объекты, возведенные до 30 декабря 2004 года в кооперативах и гаражных товариществах, если они расположены на государственной или муниципальной земле. Для этого нужно обратиться в администрацию Кирова с заявлением о предоставлении участка под гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения объектом. Регламент предоставления муниципальной услуги сейчас проходит согласование. Планируется, что в дальнейшем заявки на оформление гаражей будут принимать еще и в МФЦ. По данным город-администрации, с 58 тысяч гаражей, которые находятся на территории Кирова, треть не имеет сведений о правообладателях. В завершении о валютах. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 44 копейки. Евро стоит 86 рублей 91 копейку. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Дехономика» на 101FM. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова